Почти два километра изношенных сетей улан-уденской тепломагистрали номер 3 заменят в этом году. Работы по второму этапу ее реконструкции идут уже пару месяцев и продлятся как минимум до октября. Поэтому часть железнодорожного района останется без горячей воды с 10 мая и до конца лета. Под отключение попали 308 многоквартирных домов. Также до 20 июля воды не будет и в центральной части советского района. Мы просим жителей отнестись с пониманием к данной ситуации, поскольку реконструкция тепломагистрали необходима. Тепломагистраль не реконструировалась более 40 лет, то есть были в свое время порывы, были аварийные ситуации. В этом году масштабные работы по реконструкции будут проведены, что несомненно позволит безаварийно работать в отопительный период. С 15 мая подрядчик приступает к участку возле кафе «Пекинская утка» на пересечении улиц Пушкина и Синчихина. Поэтому до 1 июня придется искать объездной путь. Ведутся на данный момент подготовительные работы, уборка зеленых насаждений, гаражей. В принципе, все, что мешает для того, чтобы начать работы по вскрытию дорожного полотна, газонов для доступа к теплотрассе и начала ее реконструкции. Если в ЖД районе тепломагистраль обновляют, то в Советском строят новый трубопровод. После этого жители стеклозавода подключат к ТЭЦ-1, а две угольные и две мазутные котельные закроют. Дышать полной грудью станет легче и безопаснее. Но до окончания работ потребители продолжат получать тепло именно от котельных. Поэтому горячая вода в микрорайоне сохранится. Планируется только двухнедельное отключение для ремонта котельного оборудования и внутри квартальных сетей теплооснабжения. Под котельной РПНД отключение составит две недели с 31 июля по 13 августа. От котельной стеклозавода отключение также состоит две недели с 7 августа по 20 августа. Накануне работы завершили на улице Радикальцево. Теперь там снова можно ездить. По-прежнему перекрытыми остаются улицы Левченко, Коллективная и Гагарина.